Здравствуйте дорогой Мартин Алексеевич. Пишу вам сразу по приезду, прямо вот только что вошел и сел писать. Тут все у нас хорошо, весна вовсю, снег еще не сошел, но вроде бы сходит, на дороге намерзло много, а калитку я еле отодрал, вон как пристыл внизу ледоктово. Так что вошел когда, сразу трубы проверил и понял что целый слава богу. Ну и действительно, зима-то не очень сурово была, больше 22 и не было кажется, а для нас это прямо благодать, и яблонки молодые розы ваши опять же штаб трубы не разорвало. Но ничего, все обошлось, все тут хорошо. Мартин Алексеевич. Я позвонил Любане перед отъездом и она мне рассказала все как было у вас с Николаем. Это конечно очень неприятно. Я давно говорил, что Николай человек грубый и невоспитан. Я ей по телефону говорил, но она меня успокоила и говорит, что все нормально, что Николай извинялся. Я думаю что все это пустяки и вы не берите в голову. А я тут встретил совершенно случайно Рудакова. Иду со станции, а он с внучкой идет. Узнал меня, поздоровался, подошел. Как здоровье спросил, и про вас спрашивал. Я говорит, только что из командировки, а я говорю, так что ж ты значит еще работаешь. А он говорит, опять устроился, дома не могу. Вот как. Ушел, говорит, с работы полгода назад, а после прямо не в Моготу, а как же. Человек ведь привыкает. И опять туда же его взяли прямо с распростертыми объятьями, потому что работник он хороший, исполнительный. Он мне рассказывал. Он говорит, я как ревизию поеду делать, так только пух летит, весь завод вверх дном. А в родине очень видный человек, но вот что значит, с характером. Мартин Алексеевич. Я все хотел спросить, а что мы с парниками делать будем? Ведь подпорки еще прошлый год гнилые были, а нынче я потрогал, так они все попрели, одна труха, так что пленку не выдержит. Я думаю, надо попросить Сереже привезти трубок таких из них, я подпорок напилил, а после мы бы их проволокой скрутили и стояло бы хорошо, хоть сто лет. А эти не выдержат ни за что, еще бы, ведь пленка она и от ветра заиграть может и опять же, когда дождь пойдет, раз, и вода вверху скопилась, он и повалился. Так что я думаю, что трубки это оптимальный варент. А огород уже протаял, я вдоль грядок ходил, они все в норме и клубника и все остальное. Я думаю, мы картошку в этом году в заду посадим, это возле туалета, где подсолнух и горох росли. Там и почва хорошая, а у забора пусть редиска, да салат, да разная морковка. А картофелю там самый раз будет, он солнце любит, а там опять же мы ведь бузину повырубили, так что солнца хоть отбавляй. Еще я как только пришел, сразу в погреб полез поглядеть как там не натекло, но там все было в норме, вода есть, но немного, не то что в позапрошлом году, когда и слезть то некуда было. А в этом все нормально, на три пальца внизу, в ложбине, а к мешкам и не подобралась, все сухие. Так что о погребе вы не волнуйтесь. А после я на терраске семена смотрел и опять все нормально, картошка сухая, тюльпаны и гладиолусы ваши тоже. Мартин Алексеевич, как ваше здоровье, как Людмила Степановна, как там Саша поживает, вы мне пишите чаще, и передавайте всем приветы. Так что жду от вас писем ИЦУ. До свидания.